9 ноября 2011 года. С Байконура стартует российская межпланетная станция Фобос-Грунт. Ее цель – исследовать марсианскую почву на наличие в ней жизни. Но происходит что-то непредвиденное. Так и не покинув земную орбиту, Фобос-Грунт сгорает в плотных слоях атмосферы. Тщательно спланированная миссия на Марс потерпела крах, став очередной в цепочке катастрофических неудач. Сегодня готовится к запуску на Красную планету новый аппарат. А в планах на 2030 год – старт пилотируемой экспедиции с космонавтами на борту. Но многие уверены – полеты на Марс состоятся лишь в том случае, если нам это позволят. Вопрос – кто? Во время обеденного перерыва ко мне подбежал ассистент и сказал, что нас срочно вызывают в штаб-квартиру НАСА. Как потом выяснилось, один из спутников пропал, и с ним никак не удается наладить связь. Ричард Хогланд – один из самых известных в мире специалистов по изучению Марса. В начале 70-х, когда он руководил отделом в Американском управлении по исследованию космического пространства, ситуация в НАСА напоминала сумасшедший дом. Причины поломок марсианских аппаратов установить не удавалось. Трудно проигрывать. Но еще тяжелее проигрывать противнику, который неизвестен. Кто-то намеренно мешал полетам. И это были явно не конкуренты из СССР. Через пару дней, когда я брел по офису НАСА, я натолкнулся на маркерную доску, испечренную чьими-то записями. В них содержалась информация о всех возможных неполадках, которые могли привести к внезапному исчезновению спутника. Среди них я заметил аббревиатуру ВГВ. Я повернулся к одному из работников офиса и спросил, как она расшифровывается. В ответ мне было сказано, что ВГВ означает «Великий галактический вор», та непостижимая сила, которая раз за разом ест спутники, отправленные на Марс. 1960 год. Сгорает в атмосфере первый советский аппарат, отправленный к Красной планете. Причина – поломка двигателя – конструкторов не удивила. Дело привычное бывает. Но когда один за другим погибают еще три марсианских аппарата, становится не до шуток. На испытаниях все идет как по маслу. А после запуска технику будто преследует злой рок. Очередную станцию «Марс-1», подлетевшую ближе всех к планете, погубила банальная утечка газа. Обнаружилась утечка газа из системы ориентации. Он проработал там, по-моему, 4 месяца, ну и кончился. Причем непонятно, как же так утечка газа, когда все проверяется на Земле обязательно, внимательно. Аппараты вели себя, как заколдованные. Казалось, кто-то отслеживает секретные эксперименты и намеренно срывает полет. Очередной жертвой стал усовершенствованный зонд-2. Не сумев развернуть солнечные батареи, он навсегда пропал в космосе. Все дальнейшие попытки десантировать земную технику на Марс в той или иной степени были неудачными. Спустя 50 лет, 6 августа 2012 года, на Марс прибывает шестиколесный робот Curiosity. Главная надежда американцев. Curiosity имеет на своем борту массовый спектрометр. Он позволяет проанализировать изотопы углерода, которые образуются живыми существами, деревьями, бактериями и так далее. Сравнив соотношение обоих изотопов, мы узнаем, присутствует ли жизнь на Марсе. В случае положительного ответа нас ждет экспедиция на Марс, в которой примут участие живые люди. Это было настоящее реалити-шоу. Благодаря камерам каждый мог наблюдать за поверхностью Марса, как если бы сам находился на планете. Казалось, аппарат неуязвим. Но проводя исследования, робот прожег лазером марсианскую почву. И тут же вышел из строя один из важнейших его узлов. По официальной версии, в поломке виноваты камни, разбросанные на поверхности ракетным двигателем Curiosity. Это имя аппарату дали не случайно. Любопытство, так переводится с английского это слово. И действительно, ни одна из планет Солнечной системы не вызывала столько любопытства, эмоций, вдохновения и священного ужаса. Стремясь раскрыть тайны Марса, ученые выдвигали смелые гипотезы, а писатели – фантастические версии. Например, в марсианских хрониках Рэя Брэдбери астронавты находят на планете свой дом и понимают, что попали на вторую Землю. Но в реальности все иначе. Средняя температура минус 50. В атмосфере лишь 1% кислорода. Испепеляющее Солнце. Радиации. Миллион других невидимых угроз. Таким можно представить себе ад. Но скоро в этот ад отправятся первые космонавты. Исследовать и покорять Марс. Запасной дом для землян. И с ним никак не удается наладить связь. Ричард Хогланд. Один из самых известных в мире специалистов по изучению Марса. В начале 70-х, когда он руководил отделом в Американском управлении по исследованию космического пространства, ситуация в НАСА напоминала сумасшедший дом. Причины поломок марсианских аппаратов установить не удавалось. Трудно проигрывать. Но еще тяжелее проигрывать противнику, который неизвестен. Кто-то намеренно мешал полетам. И это были явно не конкуренты из СССР. Через пару дней, когда я брел по офису НАСА, я натолкнулся на маркерную доску, испечренную чьими-то записями. В них содержалась информация о всех возможных неполадках, которые могли привести к внезапному исчезновению спутника. Среди них я заметил аббревиатуру ВГВ. Я повернулся к одному из работников офиса и спросил, как она расшифровывается. В ответ мне было сказано, что ВГВ означает «Великий галактический вор», та непостижимая сила, которая раз за разом ест спутники, отправленные на Марс. 1960 год. Сгорает в атмосфере первый советский аппарат, отправленный к Красной планете. Причина – поломка двигателя – конструкторов не удивила. Дело привычное бывает. Но когда один за другим погибают еще три марсианских аппарата, становится не до шуток. На испытаниях все идет как по маслу. А после запуска технику будто преследует злой рок. Очередную станцию Марс-1, подлетевшую ближе всех к планете, погубила банальная утечка газа. Обнаружилась утечка газа из системы ориентации. Он проработал там, по-моему, 4 месяца, ну и кончился. Причем непонятно так, как же так утечка газа, когда все проверяется на Земле обязательно, внимательно. Аппараты вели себя, как заколдованные. Казалось, кто-то отслеживает секретные эксперименты и намеренно срывает полет. Очередной жертвой стал усовершенствованный зонд-2. Не сумев развернуть солнечные батареи, он навсегда пропал в космосе. Все дальнейшие попытки десантировать земную технику на Марс в той или иной степени были неудачными. Спустя 50 лет, 6 августа 2012 года, на Марс прибывает шестиколесный робот Курьёсити. Главная надежда американцев. Станцию Марс-1, подлетевшую ближе всех к планете, погубила банальная утечка газа. Обнаружилась утечка газа из системы ориентации. Он проработал там, по-моему, 4 месяца, ну и кончился. Причем непонятно так, как же так утечка газа, когда все проверяется на земле обязательно, внимательно. Аппараты вели себя, как заколдованные. Казалось, кто-то отслеживает секретные эксперименты и намеренно срывает полет. Очередной жертвой стал усовершенствованный зонд-2. Не сумев развернуть солнечные батареи, он навсегда пропал в космосе. Все дальнейшие попытки десантировать земную технику на Марс в той или иной степени были неудачными. Спустя 50 лет, 6 августа 2012 года, на Марс прибывает шестиколесный робот Курьёсити. Главная надежда американцев. Курьёсити имеет на своем борту массовый спектрометр. Он позволяет проанализировать изотопы углерода, которые образуются живыми существами, деревьями, бактериями и так далее. Сравнив соотношение обоих изотопов, мы узнаем, присутствует ли жизнь на Марсе. В случае положительного ответа нас ждет экспедиция на Марс, в которой примут участие живые люди. Это было настоящее реалити-шоу. Благодаря камерам каждый мог наблюдать за поверхностью Марса, как если бы сам находился на планете. Казалось, аппарат неуязвим. Но, проводя исследования, робот прожег лазером марсианскую почву. И тут же вышел из строя один из важнейших его узлов. По официальной версии, в поломке виноваты камни, разбросанные на поверхности ракетным двигателем Курьесити. Это имя аппарату дали не случайно. Любопытство, так переводится с английского это слово. И действительно, ни одна из планет Солнечной системы не вызывала столько любопытства, эмоций, вдохновения и священного ужаса. Стремясь раскрыть тайны Марса, ученые выдвигали смелые гипотезы о писателе фантастической версии. Например, в марсианских хрониках Рея Брэдбери астронавты находят на планете свой дом и понимают, что попали на Вторую Землю. Но в реальности все иначе.